это программа игра в классики программа о людях которые играют в игры об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер писатель франц кавка был не столь радикален как его коллега николай васильевич гоголь последний февральской ночью в доме на никитском бульваре швырнул в огонь рукопись 2 тома мертвых душ человечество так и не узнала как выглядит русский рай о том как выглядит русский ад она узнала из первого том кавка же завещал уничтожить свой архив другу максу броду и конечно в этом было некоторое такое литературное кокетство ведь если бы хотел то уничтожил сам в результате к счастью брод сжигать ничего не стал опубликовал записку с пожеланием кавки а после и его труды наследие стало культовым и хорошо монетизировалась ну вот пример рукопись романа процесс экономка брода после его смерти продала за один целых одну десятую миллиона фунтов ну а 3 июля ровно 140 лет со дня рождения франца кавки слову в следующем 2024 году но июня уже 3 исполняется 100 лет со дня смерти писателя и пожалуй да можно с уверенностью говорить что этот век мы прожили под знаком кавки собственно его возвышение во многом стало следствием того что в начале 20 века человечество вступило в масштабную кровавую бойню уничтожая друг друга самыми зверскими способами но достаточно сказать что 22 апреля 1915 года состоялась та самая первая в истории человечества химическая так тогда немцы выпустили 180 тонн хлора бесчеловече и вот уже спустя 50 лет то есть после второй мировой войны теодор адорно напишет после свинцема любая поэзия невозможна то есть можно ли говорить о поэзии музыки а кино после того как людей морили в душегубках и сжигали в печах этот вопрос согласитесь и сейчас актуален когда идет война однако война тем более такими методами разве это не есть узаконенное безумие вот слова адорно написал эссе о кавке где сказал кавка не прославляет мир подчинением он противится ему не насилием перед лицом такого сопротивления власть должна признать себя тем чем она есть он надеется только на это миф должен погибнуть от собственного отражения вот что пишет адорно о кавке а теперь что называется друзья оглядитесь вокруг да кавка пожалуй что самый футуристичный писатель позволю себе такое определение например урал хаксли замятина которых мы говорим из выпуска в выпуск описывали внешнюю сторону антиутопии то есть то как она структурирована административно экономически политически социально а вот кавка показал внутреннюю антиутопию человек его пленение растерянностью страхом одиночества где записала кавки очень любопытным основная проблема кавки отчаянное одиночество человека конфликт между глубоким страстным желанием понять смысл жизни и сомнительностью любой попытки наделить ее таковым согласитесь все так все так вот я процитировал адорно гесса и действительно немало классиков это логично писали и размышляли о кавке вспоминается в частности с хорхе луиса борхеса кавка и его предшественники и вот в качестве одного из предшественников великий аргентинец называет сервина керки гору датского гения чтение которого обязательно для понимания европейской цивилизации но ее темно или скажем так обратной стороны вообще конечно страх и трепет это фундаментальный необходимый для прочтения труд в центре которого напомню находится история авраама исаака как бы на современный лад но и сам кавка хотя его обвиняли там чуть ли не в сатанизме во многом использует и интерпретирует библейский сюжет пусть дело это и не столь очевидно изменяя их подчас даже до неузнаваемости вот тот же процесс для главного героя йозефа к великая книга арестовывают не называя причина так конечно в том числе и апокалипсическая история где человек как бы блуждает в недосказанности чистилище кстати любопытно что в голливудской экранизации процесса главную роль вот этого йозефа к исполнил актер кайл маклаккин это главный герой twin пикса дейл купер был там такой агент фб и вот на мой взгляд кавка очень пересекается с творчеством дэвида линч но это такая ремарочка и конечно кавка отрицал и бессмертие религиозность кто-то даже повторюсь обвинял его сатанизме в антихристианстве но на самом деле это важно именно кавка очень странным причудливым образом искал бога причем искал не через благие сюжеты и качества такие как добро красота мы все знаем а через как пишет альберт камю пустые и безобразные лица его равнодушия несправедливости и ненависти это очень точная ремарка вы знаете текст кавки это своего рода крик великая картина эдварда мунка а вот текст кавки это крик но в просит крик отчаявшегося человека оказавшегося на будто в вагоне один на один с миром из которого изъяли сердцевину крик это великая картина к слову тоже создана на рубеже 19 и 20 веков среди любимых писателей об этом тоже необходимо сказать кавка называл гюстава флабера и федора достоевского вот от первого он безусловно взял размеренность полноту образов и повествования от достоевского писателя безусловно в отличие от кавки христоцентричного помните как достоевский говорил между истиной и христом я всегда выберу христа так вот от достоевского кавка взял глубину безумия выпукло интерпретировав фразу русского классика нет ничего фантастичнее чем окружающая нас действительность и вот действительно кавка показал что верно заметил критик комаров что вот этот экзистенциальный абсурд который лежит в основе вот этой человеческой нашей жизни из которой повторюсь изъяли бога этот абсурд отнюдь не весел и не безобиден наоборот он обрекает человека на материализовавшийся кошмар вот этого обезвоздушенного мира безысходность это повторюсь это не художественный образ это фактическое описание нашей действительности ну вот примеру когда вы попадаете в то или иное государственное учреждение не встречаетесь ли вы с тем самым кавкеанским абсурдом описанным в романе замок не чувствуем ли мы себя там землемером из этого романа который блуждает меж кабинетов меж офисов плохо представляя вообще конечную цель плохо представляет как это управляется кем это управляется бесконечное бюрократическое кавкеанство что мы чувствуем не чувствуем и мы себя героями кавки когда встречаемся вот с этой беспощадной системы точно так же как все тот же йозеф к герой романа процесс обвиненный непонятно за что это действительно такое убийственное кавкеанское существование в обезвоздушенном пространстве равнодушным мертвым как бюрократический отчет это кавкеанская нормальность безумия вот действительно она достигает пожалуй что своего пика в рассказе кавки превращение это пожалуй одна из самых известных новелл европейской литературы 20 века я напомню что по сюжету камевояжор грегор замза превращается одним непрекрасным утром он превращается в таракана да он как бы пытается осмыслить свое превращение текст идет и от его лица от лица рассказчика это безусловно блестящий образ блестящий образ того сколь легко утратить человеческую сущность и вместе с тем сколь важно бороться за собственную личность за собственную идентичность потому что однажды забыв о настоящем важном занятые только работой и потреблением порабощенные мамоны если угодно мы действительно превращаемся в суетящихся насекомых вот что любопытно об этом не говорят но ведь внутри герой кавки вот этот грегор замза таракан внутри то он остается человеком а вот люди вокруг как раз таки уже не люди по-своему они уже насекомые до образ насекомого таракана возможно самого мерзопакостного и всех здесь выбран не случайно таракан отвратителен он как бы на инстинктивном уровне вызывает брезгливость кого-то пугает но и согласитесь именно тараканы неизменно существуют рядом с нами в нашем доме до кавка очень точно убийственно точно выбирает вот этот образ но он не учитывает главного он не учитывает что людей будущего то есть наших с вами современников но не будет пугать вот это превращение что многие из них уже превратились в насекомых их это совершенно не пугает все нормально главное было чтобы покушать а потому все это происходит что как я уже сказал изъято та самая сердцевина изъят бог ну или опять же начало двадцатого века конец 19 формула ницше бог мертв действительно для европейцев вот этот бог заменен там и сверхчеловеком и вселенской сущностью инсталляции позднее всемогущей цифрой религия заменяется войной политика астрологии магии коучингами ретритами да чем угодно и вот собственно творчество кавки тогда и сейчас она актуальна есть реакция на мир без бога когда люди убивают друг друга потому что не могут не убивать а со временем это блестяще показывает режиссер михаэль ханеке в ленте фанни геймс люди убивают просто потому что им нравится это делать ну прикольно и все вот чем фокус и вот под убийством здесь надо понимать не только физическое устранение но и моральное психологическое социально-экономическое политическое подавление индивида вот тут мы подходим главному фокус том что долгое время подобная проблематика была актуальна для европейцев в русском пространстве в россии все было несколько иначе и об этом очень точно размышляет критик алексей колобродов он сравнивает наследие абориутов то есть веденского хармса заболоцкого с наследием кавки вот что пишет колобродов русский абсурд есть искусство вдумайтесь в эту мысль русский абсурд есть искусство вертикальная она предполагает обратную связь связь богом как мы видим то есть это все плод религиозного сознания пишет колобродов а западная школа она во многом противоположна и подсознание замкнутая в своих лабиринтах с горизонтальной проекции на окружающий мир действует вот чем фокус то есть у русских это вертикальная проекция человек бог а на западе горизонтально но фокус в том что так было до определенного момента и вот этот момент настал и нынешняя русская на деле российское существование уже не предполагает вот этой самой вертикальной связи она замкнулась сугубо на материальном потому что взяла худшие западные атрибуты и механизм и как мы помним из старого изречения кавка стала были то есть превращение вот произошло процесс начался и мы все оказались в этом самом кавкеанском замке но за к счастью если внимательно читать кавку то мы увидим что парадоксальным образом франц кавка не лишает нас надежды наоборот чем яственнее безысходность чем больше давит мир внешний тем сильнее становится внутренний человек тем крепче надежда да казалось бы это абсурд но именно в этом противоречии есть рецепт и мощь и величие франца кавки это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе на примере кавки мы в этом убедились удачи вам мира любви и терпения